вот мы и решили с другом пробить наконец-то на заведное озеро колею так как снега навалило очень много если мы сегодня не пробьемся туда то нам придется сидеть на озерах возле трасс или вообще на рыбалку не ездить съезжаем с трассы на лесную целину так у нас что-то не работает вообще чувак конечно чего-то не работает когда хабы не включены вот и сели по самые помидоры зато есть лопаты аж две штуки ну наконец-то хабы включены лопатами немного поработали с дороги съехали едем в лес ну вот теперь будем плющится популярное слово плющится буквально означает расплющить колеса ну то есть спустить с них воздух допустим до 0 5 атмосфер и вот на таких вот блинах ехать получается давление на снег минимальная вот можно проехать по любой целине тогда сначала вперед потом зад так если я буду через минуту кричать не надо буду чтобы включать а закручивать закрутил так готов откручивать перешли на задние колеса ну можно больше было конечно заплющится но пока посмотрим как так снега очистка лесу чтобы было видно что там происходит эти пока ставить не будем нормально нормально все закручивай только пластиковый не перекрути чтобы колпачок не выдрала ну вот машину подготовили хотя это нужно было сделать еще на трассе но лучше поздно чем никогда как бы идет сейчас я вторую все таки попробую вторую это поинтереснее я тебе открою маленькую тайну мы бы на каске так же поехали и хорошо что я этого не сделал мы бы там сидели а мы бы поехали мы просто подумал ну и вон начали ну просто подумал ну и вон начали ну смотри там где должен был снег его быть его нету вот тут самое стремное место вот тут самое стремное место нет ну 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 как ну вот ну 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 Не так, чтоб страшно, но все равно. На спущенных колесах машина довольно-таки уверенная и плавно идет вперед. В принципе, по барабану глубокий снег. Это что тут было? Кто-то разворачивался, смотри. Сейчас надо снова остановиться, там будут дворники поправить. А мы же бензопилов не сдали. Единственное, что утомило, это постоянно вылезать из машины через каждые полкилометра и снимать снег с капота и со стекла, иначе дворники не справлялись. Там просто не переобуться бы, главное, там не вызывать, нужно аккуратно проезжать. Куда мы с пятачком едем, да? Накануне очень переживали вот именно за это место. Это старый ручей с рваными ледяными краями, вот его очень опасно переезжать. Так, давай, знаешь что, пока все до дела. Только в сознании. Давай, очистим полностью стекло, полностью. Только дворники не трогай, ни в коем случае. Из-под них выгибай. Ну давай. Момент, как сказать. Она даже и не поняла. Я в шоке. Она просто ни хера я не поняла. Все-таки там хорошо, у нее уже замерзла. Она не замерзла. Это с плющенью, конечно. Конечно, машина ничего и не поняла, так как колеса были с плющенными, давление очень маленькое и очень легко переехали в это вот такое неприятное место. Далее все шло по плану. Но ничего не предвещало будущей проблемы. Вот с тех пор. И потом мы что-то проверим всю жизнь. А дядя? Кто-то говорит. Что же правильное решение? Первый раз. Взять месяц или зимой. Мы летом на велике. Постоянно. Пойдем на велике. А дядя говорит. Поехали. Ты видишь, две девчонки как у тебя. Ему всегда не хватало пацана. Большую часть дороги движемся вдоль реки. Едем по краю. Ощущение такое, что можно свалиться в любую секунду. Чего мы больше всего и боялись. Сейчас у нас еще одна проверка будет. Она будет развернуться как-то хитро. Мне придется, наверное, лучше мордой туда, а шопой сдавать сюда. Чтобы лучше всего лебедку можно было заиспользовать. И так я сейчас просто ныряю сюда вниз. Надо шопой наверх. И по чуть-чуть, по чуть-чуть просто по чуть-чуть. Ну а дальше я немножко расслабился. Потерял управление машиной. И нас скинуло из колеи в сторону реки. Но было пока не криминально. Не-не-не-не-не. После нескольких маневров машину практически сбросило в реку. Мы решили не искушать судьбу и доставать лебедку. Разматываем трос. Подключаем лебедку. Достаем пульт управления. Мадами. Меня зовут меня. Теперь осталось только прицепиться к какому-нибудь большому дереву. Короче таки сели. Как положено сели. Ну не сели, а нас просто скинуло. Сейчас на лебедочки будем выезжать. Жаль, камера не может передать всей трагичности ситуации, вот и как все было стремно и вот где не видно практически вот этой реки. Река вот она под правым колесом задним. Это мы стояли уже прямо на краю. Так вон Женя делает что-то. И вот восьмитонная лебедка в действии. Для машины в полторы тонны это вообще ничто. И эта лебедочка нас выручает постоянно. И так спасли машину от купания и себя тоже. Да пути. Отлично. Ну и до озера осталось совсем немного, метров сто. Пока не понятно зря мы приехали, столько мучились или не зря, но скоро будет все ясно. Вообще никого не было. Ну теперь дело за малым. Нужно только дойти до озера, а вот оно впереди и попытаться поймать рыбу. А что из этого вышло вы увидите во второй серии. Я вот ее как раз сейчас и готовлю. До новых встреч. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь. Очень рад, что вы у меня есть. До новых встреч. Продолжение следует...